Мы уже рассказывали о судьбе дома номер 20 в переулке Южный. В октябре прошлого года там по ошибке срезали отопительную трубу. После разбирательства с участием телевидения тепло в квартиры вернули. Но вот и новые проблемы. И связаны они с такой деликатной темой, как справление нужд. Дом, напомним, без удобств. Да и те, что во дворе непригодны. Каждый день мы выносим бытовые какие-то отходы в воду от того, что мы моем полы, моем посуду. И нам приходится сюда это все сливать, сливать, сливать. Соответственно, все это образовалась большая-большая куча. И теперь, вы сами видите, вот льется все сюда, на детскую площадку, под дом льется. Куча мусора рядом с туалетом выросла еще в конце прошлого года. Раньше на месте свалки стоял мусорный контейнер. Твердые бытовые отходы сбрасывали туда. С приходом управляющей компанией «Зеленая роща» контейнер переместили в другое место. А все содержимое урны осталось здесь. Месяца, наверное, четыре назад было собрание. Перспектива пришла. Сказали, что на данный момент мы переоформляем документы. Будем называться мы теперь альтернативой. Лицевые счета у вас остаются те же самые. Вы платите туда, а мы будем делать дальше свою работу. Просто у нас сейчас переоформляются документы. Наша съемочная группа отправилась по адресу, указанному на сайте компании «Перспектива». «Вы в какую организацию пришли?» «Перспектива». «А, ну такой вообще тут нет». «А что с ней?» «Теперь есть конкурсные управляющие. Они сидят, не знаю точно адрес, могу вам сказать. Они уже отсюда все съехали, абсолютно». «Банкротство ввели из-за того, что 16 миллионов дебюсерской задолженности, которую жители не оплатили. Поэтому там процедуру банкротства ввели. У нас заключен договор на обслуживание с МУП-заказчик. МУП-заказчик. Они должны выезжать по требованию жителей, если что-то случилось, и заниматься их проблемами и вопросами. Почему они этого не делают, я не готов сказать». «Нам надо искать какие-то другие, других людей, которые будут управлять нашим домом, другую управляющую компанию. Но сейчас вот у нас в квитанции приходит перспектива, и мы платим туда ежемесячно». «Контору-то ходила, он с заявлениями не лежит». «А жилой инспекция что говорит?» «За ничего, взяли заявление, скопировали эту самую квитанцию за два месяца, принесли перспективу, а она, говорит, обанкротилась. Нам-то это что? Они обанкротили, а что они шлют нам деньги? Мы же пенсионеры». Если в ближайшее время ситуация не изменится, соседи планируют составить коллективную жалобу в прокуратуру. Первый областной обещает следить за ситуацией.